Профсоюзы во все времена находились на передовой в борьбе за права человека труда. Конструктивный диалог, уважение интересов сторон сотрудников и работодателей, соблюдение законодательства – это основные инструменты в решении главных задач. Их в Ульяновской области решаются на 1905 года. Тогда были организованы первые симбирские профсоюзы. Позже появился Облсовпроф, переродившийся в Федерацию профсоюзов Ульяновской области. Сегодня организация отмечает свой 75-й юбилей. Я думаю, самый главный итог нашей работы – это то, что Федерация профсоюз существует. Что она актуально решает те проблемы, которые касаются бедни труда. Это уровень заработной платы, это индексация заработной платы, сохранение рабочих мест – это самое главное для человека. Отстаивают права работников в каждой сфере – от здравоохранения и культуры до образования. Благополучие представителей последней – ответственность Татьяны Твердохлеб. Наглядный пример из практики датируется весной этого года. Тогда Татьяна Евгеньевна подготовила обращение о главе области, в котором структурировано были изложены факты, говорящие о том, что индексация заработных плат сотрудников слишком мала. Результат не заставил себя долго ждать. Убедительно попросила губернатора, сказав ему о том, что в год педагога и наставника, объявленного президентом, наверное, нужно еще одно повышение оплаты труда. И вот сейчас, с 1 октября, на 14,7 повышение работникам общего образования, на 16,14 работникам школьного образования, с 1 января 2024 года будет повышение должностного оклада другим категориям работников. Открытый диалог актива профсоюза и власти отличает Ульяновскую область от других регионов страны. Это отметили на федеральном уровне. Сегодня интересы трудящихся отстаивает больше 80 тысяч представителей организации. Их география обширна среди представителей, учеников вузов, сотрудников заводов и предприятий. Это уровень взаимодействия с партнерами. В Ульяновской области он высокий. Так не везде. Это я вам могу сказать точно. И в Приволжском федеральном округе тоже. Здесь сформировались взаимоотношения. Но благодаря, во-первых, значительному опыту нашего профсоюзного актива и нашего руководителя, и нормальной позиции работодателей, власти, которые с пониманием относятся от необходимости сотрудничать. Торжественная часть праздника прошла на площадке Дворца культуры профсоюзов. Так, ныне известный губернаторский, миновали в прошлом столетии. Фундамент был заложен в 1965-м, а через 7 лет на сцене состоялся первый концерт. Сегодня же перед гостями выступили коллективы, чья деятельность началась еще в те времена. Поздравить представителей Федерации профсоюзов Ульяновской области пришли почетные гости. Вы продолжаете эту работу, направленную на повышение качества жизни своих земляков, являясь важнейшим партнером государственной власти, помогая строить справедливое общество, живущее в экономически мощном, безопасном, культурно развитом регионе. Как и полагается случаю, со сцены активисты выходили с цветами, грамотами и памятными подарками. Для многих это лишь приятное дополнение главной оценки труда – благополучию ульяновцев. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда. ТВ.